Ребят, вы же помните, что через два месяца состоится фестиваль? Нам нужно подготовиться. Пусть нашему конфликту всего год, но на прошлом дете нашу сцену уже закончили. Я думаю, что мы должны идти. И самое главное, мы скажем, что вы же помните, что у нас в зоне появилось дело для желающих вступить. И на днях вам пришла заявка. Я пригласила Ёшу распечатать видео. Я распечатала. Причем обе. Обе? Там же она была. Ладно, давайте посмотрим. Так, паренек переехал в Новосибирском Москву. В своем городе часто выступал со своим Казбонгом. Я думаю, тут видимо глазом, да, другим как-никак. Я уже даже была смена позвать его сегодня к нам, чтобы познакомиться. Так, а второй у нас кто? Девочка, курок. Так, пишет, что в артейле до развала Казбонга. Да ладно, они же лучшие. Неужели кто-то к нам не вступит? Быть может, даже кто-то из поколений чудес. Это было бы нереально круто. А фото нет? Нет, фото она не предложила. Ладно, сейчас тоже напишу ей. Привет всем. Привет. Привет. Итак, через два месяца фестиваль. Готовим сцену и нам нужны идеи для выступления. Я придумала. Сейчас, название только вспомню. Вот, смотрите. Не заезжена. Я не против побыкок. Я сама собой за. Я снова в том номер 3 прилагала. Отлично, решила. Так, пишешь в интернете парики и мелкую атрибутику. Ты у нас, мастер, не цирки займешься по шину? Ты же все-таки лучший из нас, кто с машинкой обращается. На тебе декорация озвучка. Я начну с гнадей придумывать. Нам нужен кто-то, кто может сам сделать. Ну, я в нашем кастбонте был за крафтером. В Москву, конечно, не все инструменты привез, но все же могу заняться. Отлично. Так, все на работу. Давайте, спишемся. Держите меня в курсе. А, ребят, а мне что делать? Когда я заместил, что получается, у меня лучше всего. Помогу за сценарий. Напишу на формирует тиму, а потом их объединим. Забейте степочки, Барин. Итак, ребят, я отправила заявку. Да, вижу. Тут на сайте уже появились в списке призванов. Так, а кто уже подался? Параметка с бэдом. Думаю, у него многих есть шансы, даже пройти. Но вот тут пять коллективов, которые по-любому пройдут. ЕСЭН. Они славятся своим составом. У них много друг гендеров. Высоких, накаченных, милых. Очень всем любой вкус. Мне после разговора еще и Мура вступил. Мура. Полмышской. Алинас поколения чудес. Лучший российский краткер. Если ему родили в чат с фонтанной белой, теперь он с любого мусора, которого он не было, может сделать доспех неорожен для высочивающего качества. Имеется в мастерскую. Семена положения жила в мастерской. Это что сейчас было? Серый тонкий сосед. Так, все сухо. У них каждый человек, который мог вам облазить весь интернет. И я в Китиле учитывала, что ей заказы в первый раз в четыре дня всего приходят. Милы. Полуженский. Одна испугая не чудес. В детстве она вышла из дома погулять в интернете и заблудилась. Три года она жила, где мы воспитывали ее портными тронами. Хоть слухи, что она продала в душу дьявола, а их заказы в СБ, они приходят в волне. В милейшке нет, каждый день выгибает себе новый харизма. Семейное положение читает подменение. Слушай, он расстался, что же ему не мерз. И не говорит. Ряд ли как Бэдс Тоу. И тут уже просто гурушит я, а он. А Оли, Полуженский. Одна из поколений чудес. До сих пор неизвестна. Это очень талантливая девушка и специально осознанная в человеческом обличии. На глаз можно сделать идеальную выкройку. Скоростное шею прокачано на максимум. Семейное положение лишь магнитетность чили. А еще я слышала, что она одной девочке незаметно платье подрезала. И перед ее выходом аккуратно наступила на поддом. И девочка вышла, а вот платье осталось закулисанным. Так что осторожнее. Отличный расслаб. Это еще не все. Это еще как же проводить. А так? Брис. Болгурской. Еще один из поколений чудес. Сексилу все аквендов. Рос в полярщей семье. В 15 лет занимался музыкой и сейчас является солистом в своей группе. Благодаря родителям можно закрывать любые федерации. Имея домашние трудные заказательницы, почти каждая девушка мечтает защитить его в позиции. Семейное положение больше не считали почти каждой девушки. Харлэ, еще слово. И я кого-то двойный платьяна на Евровидение отправлю. Ну, да. Сейчас очень трудно. Да, но и это не самое страшное. Там поддались ракет-зэр. А это Казбен Такашин. Практически через год-другой получится новый пей. Да, она мастер организации. Из сценарий я писала всегда черного бриана. А после ее правки мой набросок превращался в сказку. Но то, что нам говорят, что ты мне показала, это уже нечто нереально крутое. Неужели можно лучше? Ну, пожалуйста. Да говори уже, плевать. А Каша, последний учебник входящим в поколении ченец. Основательный городка с бенда, окруженный лидер Эрэк-зэдер, заканчивал театральное ученище. Особая середов с дисциплиной, театрюша, имеет крайне сложный характер. Семейное положение, глава бога, семейное положение. Нам нужно очень постараться. Так постараемся на славу. Плевать у того, что за плечами. Я люблю каждого из вас. Я ощущаю вашу веру в меня. Мы все так и дружились, что стали практически семьей. Курок, твой сценарий просто бомба. Я не знаю, кто что правил, но в этом сценарии я не хочу ничего не делать. Он идеальный. Зайкнулись и не забегли о фестивале. Вот же федерального продукта. Ребят, я догоню вас, малышку урока. Видел вас, неплохо. Наталька, да? Ты же дартил это. Неплохо. Но в краску тебя не ровно любила, уж извини. Что, нашел к чему придраться, да? Может, я не натягиваю до твоего скилла, но я делаю это с душой. С душой? Ты вкладывал душу в это бесполезное занятие? Зачем? Это бессмысленно. Это все пустое. Я не надвижу крафтить, но крафтю лишь потому, что умею это лучше всего. Ты жалуй. Мы раздавим вас. Я раздавлю тебя. Тайвер, я согласна с тобой. Этот казбарь тоже стал частью меня. Мы не проиграем тем, кто ни во что не ставит друзей. О, видели вас неплохо. Но как бы мы ни старались, значит, все равно мы в нашей стране. Немного по властью всевышнего насы далека. И я огорчу вас, вы проиграете. Просто потому, что звезды благословны ко мне. Ты думаешь, что победа на фестивале это дело случая? Не смеши меня. Уж теперь они знают, что на поставке из Китая я имею в удачу, а правильный выбор поставщика. Да что ты говоришь? Я все заказываю на удачу. И все приходит вовремя. Запомни, все решает везение. Абсолютно все. И победа будет наша. Ибо завтра у меня будет победа талисман. Любушка с кафандрикова стекшотом при комнате проходит. Так что можете быть стороной. А на вашу стопу ревак. Какой вы фендент взяли? Вы себя не переценили? Ваш уровень фури коспоис. Да и то, костюм сложновато для вас. Мне кажется, облако пафоса добровольствия в Москве. Пафоса? Пф, я выше пафоса. Не забывайте, что это коспоис фестиваль. И победит тут тот, у кого будет лучший костюм. Простите. Но не некогда разговаривать с теми, кто не в состоянии срочно прямую сделать. Поэтому отзыв с неудачниками. Гриня, а можешь гнять волосы от фотошопы? А то парик бордом и переношел, а красный взял. Могу. Отлично. И я перчатки забыл. Нарисуешь? Ого. О, тогда я плачусь заодно подрисую. Там лучше смотреться будет. Слушай, а может ты хоть раз картину до конца доделаешь? Я уже устал тебя почти полностью отрисовывать. Мне бы проще просто картинки твоей резервной фотошопе. О, а ты сможешь? Было бы круто. Кому же? О, малышка Рока. Грин, подождешь минутку? Твою же. Ладно, я пока на твое. О, а вы ничего. Спасибо. Обидно, что вы проиграете. Очень. В смысле? Ну, у вас не достаточно друзья. На местах побеждает кто, у кого больше фанатов и просто хорошие знакомые. А меня тут знают все. Голосует не за лучших. Голосует за друзей. Запомните, у кого больше друзей, то и победитель. Но, ты там склонок. И дружие. Простите, убегать пора. Килла-килл. Отоснять надо. Завтра увидимся. Вы особо не напрягайтесь. Все равно бессмысленен. И вы думаете, у вас есть шансы урока? Да без моих правок твой сценарий. Ничто. Слишком скучно. Слишком прессно. Про отыгрыш я вообще молчу. Акаши, да. Ты гений. Гений актерской игры. Гений написания сценария. Но про это мы не собираемся. Мы выложимся на максимум. Мы развернем идею. Мы развеселим зрителей. Ставим задуматься. Мы запомнимся. Да плевать на зрителей. Им только поражать на смысл напрягаться на детях. А столовую. Приз. Вот что важно. Косплей. Это в первую очередь бизнес. Собрал Косплей. Всем нужно скинуться на микрофон для записи. На студию для репетиции. И никто не узнает, что студия стоит в два раза дешевле. А микрофон мне вообще подарит на день рождения. Вот поставил сценку. Победил. Призы продать можно. Вот главная цель косплея. Мне жаль тебя. Ты слишком жалов, чтобы тебе что-то объяснять. Я никогда не без тебя твою позицию. Я буду выступать не за призы, а за улыбки. За апродисменты. За благодарность и за пыльцами. Ты жалов. Ха. Слова поселит его ребенок. Ты сама завтра увидишь, что это все пустое. Ваше выступление забудут уже через час. Сними розовые очки. Завтра будет тяжело. Пойдемте домой. Нам еще дошириться нужно. И снимай. Зачем это выступление? Это кошмар. У меня платье еще и средства в морфе. Я вообще специально уродил в спа. Никто не может его найти. Все, я иду снимать дарятку. Я знала, что так выглядит. Не смей снимать. У меня есть план. Мы просто расскажем все как есть. Такова наша история. Что-то здесь правдое. Но что ты вымысел? Мы не хотим кого-либо обсуждать. Не намекаем конкретных людей. Мы просто хотим сказать. Не надо грязи. Фестиваль – это в первую очередь праздник. Не нужно спорить его. Пусть все претензии, все споры и объяснения интересов от каждого в одну сторону не видят. Тут собираются спорировать разного уровня. Вместо того, чтобы опускать новичков из мяса на день, помогите совету. Вспомните, как вам самим поначалу было сложно. Все мы не делаем. Не стоит на себя строить звезды с янского масштаба. Отпустите чувство собственной важности. Меньше пребрежения. И, конечно же, не надо полностью. Истин не жаль тех людей, которые ради устранения конкурентов, ради победы, готовы пасть так вниз. Конечно, без удачных ударов. Но, как говорится, идет сильнейший. Готовьтесь, настраивайтесь на то, что могут быть косяки, которые случаются не по вашей линии. Но это не коммерция. Зал поймет, зал поддержит. Да, зрители, пожалуйста. Будьте более отзывчивы. Каждый выходящий на сцену бендонно волнуется. Придержите тех, кто в этом нуждается. Ведь все мы стараемся для вас. Пусть для каждого присутствующего здесь человека фестиваль запомнится только с хорошей страхом. Ведь помните, что все мы одна большая бендонная семья. Смотрите на сцену бендонного зала. КОНЕЦ